МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот это подарок! В АТАМ-Трансе открылся новый актовый зал. Сводка криминальных происшествий за неделю. Масленица – это проводы зимы, встреча весны. Весна идет, весне дорогу. Масленичные гуляния в центре Десногорска. Сегодня мы увидели настоящий праздник. Нас сегодня зритель встретил. Ну, как желанных, долгожданных гостей. Очередь к доктору. Аншлаг на концерте группы «Доктор Ватсон». Внимание, внимание! В честь праздника 8 марта объявляем гуляние. Поспешите, поспешите. Ничего не пропустите. В детском саду «Теремок» прошел праздник мам. А теперь об этих и других событиях подробнее. В Смоленской области поддержат неработающих пенсионеров. Изменениями в федеральном законе установят доплату к пенсии до прожиточного минимума. Эту инициативу предложил президент России на Федеральном собрании Российской Федерации 20 февраля нынешнего года. Проект изменений уже поддержали депутаты Смоленской областной думы на неочередном заседании. Этим же законом предусмотрена ежегодная индексация пенсий. При этом после индексации не должен уменьшаться размер социальной доплаты. Также законопроектам предлагается при подсчете размера будущей доплаты не усчитывать суммы текущей индексации, а выплачивать ее сверх прожиточного минимума. Международный женский праздник – это не только цветы и конфеты. В этом трансе этот день решили отметить с размахом. К 8 марта там приурочили открытие долгожданного актового зала. На месте событий побывала наша съемочная группа. Коллектив любой компании – это большая дружная семья. Но в отличие от семьи, поводов для собрания у работников предприятия куда больше. Теперь такая возможность есть и в акционерном обществе «Атомтранс». 7 марта там торжественно открылся новый актовый зал. Строительство шло почти 7 месяцев, и результат работы заметен уже с порога. Современное светлое помещение оформлено в фирменных цветах концерна «Росэнергоатом». В зале установлено более 260 удобных кресел. А прекрасная акустика и оснащение зала позволяют проводить как торжественные мероприятия, так и деловые собрания. Зал соответствует всем современным требованиям предприятия. Я бы хотел выразить слова благодарности нашим строителям. Приятно, что в зале наши сотрудники, наши гости, особенно женщины. Подарком к 8 марта для работников предприятия и проверкой возможностей нового зала стал концерт с участием десногорских коллективов «Ренессанс» и «Десногорочки плюс». Также со спектаклем «Золушка» выступил театральный коллектив 3-й школы Десногорска. Директор акционерного общества «Атантранс» Михаил Лосенко уверен, что новый актовый зал станет местом проведения большого количества прекрасных концертов и торжественных мероприятий. Олег Соловьев, Виталий Степанов, Светлана Розганова, Десна ТВ. Мусорный полигон под Смоленском угрожает здоровью местных жителей. На свалке в деревне Заборья Хисловического района весьма неврежно относятся к законам по обращению с отходами. В ходе проверки прокуратуры были выявлены ряд нарушений, допущенных компанией, которая эксплуатирует объект. В деятельности за 2018 год не были зафиксированы результаты мониторинга воздуха и воды за несколько месяцев. Кроме этого, не своевременно вносились авансовые платежи за негативное воздействие на окружающую среду. Были зафиксированы и другие несоответствия нормам обращения с отходами. При этом допущенные нарушения не позволяют оценить текущее состояние зоны вокруг полигона. Попросту, уровень влияния загрязнений на здоровье человека и окружающую среду на данный момент неизвестен. А о криминальной обстановке в городе расскажет начальник тыла отдела МВД по городу Десногорску Светлана Романова. АПЛОДИСМЕНТЫ За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 80 сообщений о происшествиях. Из них 3 сообщения о преступлениях. Зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 101 административное правонарушение. В том числе 86 нарушений правил дорожного движения. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах, к административной ответственности привлечены 10 человек. СМОЛЕНСКОМ РЕГИОНЕ Также сотрудники ведут мониторинг поводковой обстановки, в том числе при помощи авиационного патрулирования. 10 марта на городской эстраде горожане собрались на веселые масленичные гуляния. Ярмарка, конкурсы, детские забавы и хороводы, горячие блины и сочные шашлыки. Весело было всем. Подробности широкомасленицы в сюжете. С самого утра в городе возле фонтана играла музыка и доносился аромат шашлыка. Перед горожанами на сцене развернулось театрализованное представление с участием зимы и весны. По традиции два времени года боролись за лидерство, а малыши в это время сражались на надувных мечах. Несколько развлекательных площадок было организовано для десногорцев в тот день. На одной из них проверить свою ловкость и меткость могли дети. Они метали дротики и стреляли из лука. Другая площадка предназначалась для более взрослых. Несмотря на переменчивость погоды и небольшой дождь, очереди за масленичными вкусностями были внушительными. Блины не успевали нажарить на всех желающих, а шашлыки стремительно снимали с шампуров. Как проходит праздник? Замечательно, весело, прекрасно. Даже не холодно сегодня. У людей хороший аппетит? Аппетиты хорошие, все прекрасно. А шашлыка хватит до вечера на все? Думаю, продержимся. Со сцены звонко пели коллективы художественной самодеятельности и согревали зрителей любимыми народными песнями. А веселые скоморохи в перерывах между выступлениями развлекали детей русскими забавами. Игра «Золотые ворота», конкурс «Прыгуны», перетягивание канатов, желающих повеселиться от души было много. Битва мешками на бревне особенно понравилась участникам. Все жители и гости города, посетившие праздник, организация мероприятия, остались довольны. Все организовано. Блинчики для деток тоже увеселительные, все мероприятия. Вообще все супер. И по главной традиции в конце гуляний возле эстрады сожгли масленичное чучело. Словами «Гори, гори, ясно, что бы ни погасло», десногорцы встретили весну. Виолетта Ефименко, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ. Туманный взгляд в будущее ожидает выпускников российских школ. И дело не в вопросе выбора дальнейшего пути. Технологический прогресс в учебе, работе и досуге значительно повысил нагрузку на глаза как в школе, так и за ее пределами. Как результат, почти половина учащихся к окончанию школы становятся близорукими. Это было установлено в ходе исследований, которые провел Роспотребнадзор. Высокая нагрузка проявляется в ряде симптомов. Покраснение и сухость глаз, боли в шее и спине, головная боль, нечеткое зрение при взгляде вдаль. Для профилактики рекомендуется дозировать время работы на компьютере, ежедневно делать гимнастику для глаз. Также рекомендуется проводить время на свежем воздухе не менее двух часов, особенно в светлое время суток. Музыкальный концерт «Музыка на все времена». Яркое событие – праздничная программа мероприятий к 8 марта. На сцене центра «Нейтрино» выступили шоу-группа «Доктор Ватсон» и Анна Демьянова. На вечере побывала и наша съемочная группа. Праздник весны – очарование красоты и женственности. Так можно охарактеризовать музыкальный концерт «Музыка на все времена». К Международному женскому дню такой подарок жителям сделала администрация Смоленской атомной станции. Чтобы были хорошие праздничные дни, выходные дни, мы приготовили вам подарок от коллектива артистов, которые приехали сегодня к нам. Поднять наше настроение, создать нам хорошие выходные дни. Легендарная шоу-группа «Доктор Ватсон» выступила со специальной музыкальной программой. Хорошо знакомые артисты исполнили песни из репертуаров мэтров советской и российской эстрады. Выступление артистов не оставило гостей равнодушными, на что музыканты с удовольствием продлили свое выступление еще на несколько песен. Приятным сюрпризом стало выступление Анны Демьяновой – талантовой певицы с глубоким и проникновенным голосом. Вечер стал настоящим праздником как для зрителей, так и для участников. Сегодня мы увидели настоящий праздник. Нас сегодня зритель встретил, ну как желанных, долгожданных гостей. Такое событие надолго зарядит весенним настроением. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Розганова, Десна-ТВ. Девятого марта исполнилось 85 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина. Первый космонавт планеты родился в Смоленской области в селе Клушино. После окончания Великой Отечественной войны семья будущего космонавта приехала в Кжатск. Позже, в 1968 году, в честь своего знаменитого земляка, город переименуют Гагарин. 12 апреля 1961 года Юрий Алексеевич совершил первую мировую историю полета человека в космос. Именно с этого старта началась новая эра в жизни всего человечества. Согласно опросу в ЦИОМ среди граждан России, Юрий Гагарин являет собой одной из ключевых фигур 20 века. При этом популярность космонавта с каждым годом только растет. Накануне 8 марта малыши детского сада «Теремок» показали праздничный концерт своим мамам и бабушкам. Добрые молодцы и красные девицы порадовали родителей яркими русскими народными костюмами и веселой пляской. Что еще интересного было на празднике, смотрите в сюжете. В этом году воспитанники детского сада подошли к празднику творчески. Проводы зимы и международный женский день ребята объединили в один большой концерт. Дети водили хоровод, танцевали танец «Ручеек», много пели и веселили своих любимых мам изо всех сил. Очень понравился родителям и танец с разноцветными лентами. Этот древний танец имеет глубокий смысл. Он приближает весну и тепло. Малыши и зрители уверены, теперь весна наступит раньше. Программа праздника была очень насыщенной и колоритной. Несмотря на то, что выступали дети, исполнено все было по-взрослому. Пройтись в настоящих липовых лаптях смогли все юные артисты. Кто-то пробежался в лаптях быстро и ловко, а кто-то растерял их по дороге к корзине. По традиции концерт закончился вручением подарков тем, ради кого и был организован праздник. Малыши также порадовали сувенирами на память. Весеннее настроение и фото завершили этот увлекательный концерт. Велита Ефименко, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ. И коротко о погоде. Зима просто так не сдается. 12 марта в Десногорске переменная облачность, возможен снег. Днем минус 2, ночью минус 9. На этом наш выпуск завершен. Все самое интересное смотрите на нашем телеканале и на сайте desnadefistv.ru. В студии работал Олег Соловьев. Всего вам доброго и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!